Целый день мы говорили о технологии, которые делают нашу жизнь комфортной и наши деньги безопасными. Это правда, что блокчейн способен сделать каждого из нас богатым. Мой хороший знакомый из Казани в июле открыл счет Майдер Уоллит. Обменял 5 миллионов рублей на индекс WBT. Он не передавал деньги никому, просто обменял деньги свои и положил свой кошелек Майдер Уоллит. И за июль и август этого года 5 миллионов превратились в 10 миллионов. Два раза. Он разбогател? Да, разбогател. Я спросил его, где он держал раньше эти свои деньги. Он безбедный человек. И он ответил честно, что в одной из инвесткомпаний города Альметьевска, где он уже 10 лет получал только одни минусы. Но он с большим уважением говорит об этой инвесткомпании, об этой солидной компании. Да, компания очень солидная. А здесь он за два месяца удвоил свои деньги. Заметьте, я сейчас не спекулирую примерами из интернета. Я привожу живой пример, и этот человек сегодня среди нас. Тех, кто удвоили свое состояние только за это лето, за это лето, в нашей компании, с нашими продуктами, таких людей несколько тысяч. Вопрос. А можно ли было потерять деньги? Вообще в целом можно ли потерять деньги в WBT, в индексе? Нет, невозможно потерять деньги. Почему? Потому что WBT это индекс, независимый индекс, это экономика 20 лучших топовых криптовалют в мире. Но, однако, если мы поговорим с нашими знакомыми, друзьями о криптовалютах, то многие нам скажут, что успели уже потерять на криптовалюте. Это тоже правда. Это тоже правда. Ну, во-первых, кто потерял? Потеряли все спекулянты. Все. Все. Это прикольный народ. Очень интересный народ. Бесполезно с ними разговаривать. Коэффициент Фибоначчи, теханализ. Волны Эллиота. Это азарт. Это игра. Им хочется все быстро. Во-вторых, потеряли все и потеряют в будущем. Деньги все, кто продолжает отдавать свои деньги под управление. Нет никакой разницы. Швейцарская, австрийская, американская, немецкая, альметьевская. Отдал деньги под управление. Все. Деньги ушли. И потеряли, потеряют те, кто плохо сохранил, к сожалению, приватный ключ от своего криптокошелька. Или доверил этот ключ кому-то. Ключ от сейфа, да? Нормально? Ну, кроме наследника, понятно. И, наконец, самые большие потери будут финансовых пирамидок. Финансовые пирамиды уже как саранча. Несколько раз прошли по городам и по нашим селам, поселкам. Еще пройдут. Готовьте ваши деньги. Потому что они точно знают, что жадность и алсность человека никто не сможет отменить. В пирамиды быстро вовлекается большое количество людей. Если много людей, они вот собрали в Москве, в Санкт-Петербурге, они говорят, это их успех. Они собрали много людей. Это успех. Если кто-то затянул в эту пирамиду, много своих знакомых, друзей, создал, они говорят, он создал команду, он лидер. Да, деньги быстро объединяют людей. Как бы лучше всех сказал об этом Максим Галкин в свое время. Он говорил, что иногда коллективная вонь воспринимается как единство духа. Лучше не скажешь. Я не знаю, я человек добрый, кто меня знает, но мне очень всегда хочется обидеть участников пирамиды. Но правда одна, правда одна, блокчейн может сделать каждого из нас богатым, друзья, в рамках закона и соблюдая этику отношений людей. И такая возможность есть. Возможность есть. Но когда мы говорим о возможностях, было бы справедливо и правильно поговорить и о рисках. Возможности и риски. Если кто-то надеется сегодня услышать о гарантиях, сильно разочаруется, никто не будет клясться на крови, не доказывать что-то, гарантировать. Это все не здесь. Мы должны понять две вещи. Для начала две вещи, две простые, но важные вещи. Во-первых, технологии не делают людей добрее. И, во-вторых, технологии не отменяют конкуренцию. Не отменяют мер с жесткой конкуренцией. Ну, например, в 2007 год, январь месяц, 14 января, Стив Пол Джобс демонстрирует первый iPhone. Эта презентация уничтожила производителей, всех производителей кнопочных телефонов. Такие гиганты, как Motorola, Sony, BlackBerry, Nokia, исчезли в считанные дни. В считанные дни с лица Земли исчезли. И миллионы людей, миллионы семей остались без работы, без крова, без источника пропитания. Не Стив Пол Джобс, плохой парень. Он не bad boys. Он не относится к этой категории, но, друзья, это технология, это конкуренция. Естественно, эволюция. Человечество развивается, общество наше меняется. И от этих изменений профсоюзы не могут защитить нас. Только сами должны меняться. По моему мнению, старик Дарвин просто красавчик. Ведь что он говорил много, почти столетий тому назад? Выживает не тот, кто более сильный и более быстрый. Заметьте, естественно, отбор не в этом заключается. Не более быстрый, не более сильный. А выживает тот, кто умеет приспосабливаться к изменениям. Когда меняется сама окружающая среда, само общество, где мы живем, связи, наши деньги и даже, простите, административный ресурс нам не помогут. Многим кажется, что если есть гарантия, то нет рисков. Это иллюзия. Гарантия – это только твое предположение. И чужое обещание. Когда говорят о гарантиях, я всегда настораживаюсь. Лучше всего надо полагаться на свой элементарный здравый смысл. Но, в конце концов, в жизни каждый находит то, на чем он сконцентрирован. Понимаете? Если кто-то постоянно думает о потерях, это сбудется. Да. Если кто-то сконцентрирован и ищет возможности, то тоже найдет то, что искал. В комнату залетели пчела и муха. Понимаете? И обязательно каждый найдет то, что ищет. Важна концентрация. На что ты сконцентрирован? И очень интересно наблюдать за поведением людей. Скорее всего, давайте вспомним пешеход на переход и светофор. Как только загорается зеленый свет, люди буквально бросаются под колеса машины. Хоть бы один, но хоть бы один посмотрел на дорогу и убедился, что никто не мчится на этот зебру и на светофор. Хоть бы один. Увидел зеленый свет, посмотрел, уткнулся в свой телефон и пошел. Бывает часто, что впереди коляска с ребенком. Понаблюдайте. По статистике, больше всего наездов на пешеходов происходит именно на светофорах, на зеленый свет, когда есть гарантия светофора. Ирония жизни состоит в том, что где есть гарантия, там больше всего рисков. Чем больше гарантий, тем больше рисков. Я сейчас просто рассуждаю вслух. Я не пытаюсь никого-то переубедить, ради бога. Я просто... Вопрос, почему люди так любят гарантии? И вот ты сидишь в кафе, наблюдаешь, как человек прошел только что на зеленый свет. Он шел к тебе навстречу. Через несколько минут вы уже пьете с ним кофе и предлагаешь ему купить эфиры, помочь, как генерировать кошелек, ну, например, потратить на это тысячу долларов. Потратить тысячу долларов, чтобы купить себе эфир, не кому-то под управление отдать, не финансовые пирамиды под проценты, не инвест-компании под проценты. Смотрите, просто себе купить эфир. Разница, чувствуете, да? Купить себе эфир. Никому ты ни деньги не отдал, ты просто купил эфиры и потратить на это тысячу долларов. Скажите, риск смертельный? Нет. Нет. Предложение выгодное? Да. Да. За пять лет эфир вырос более четырехсот раз. И это только начало. У тебя есть аргументы, доказывающие этот факт. И человек начинает говорить о гарантиях. И он заявляет, что банк его гарантирует. Да, банк гарантирует. Знаете, как светофор. Гарантирует. Бабушка летом 1992 года положила своей внучке тысячу рублей на совершеннолетие. Это было в 1990 году, 30 лет тому назад. Бабушки уже нет. Бабушки нет. И летом этого года, 2020 года, внучка решила снять эти деньги. Она получила ровно 35 рублей. Ровно 35 рублей. За 30 лет тысячи рублей превратились в 35. Почему я начал с этого? Вы знаете, можно быть великолепным инженером, конструктором. Можно быть великолепным руководителем, военным, следователем полиции, профессиональным. Можно научиться виртуозно играть на флейте. Можно разобраться с технологией блокчейн. Можно быть очень умным. Но это не означает, что сделаешь свою семью материально обеспеченной и себя счастливым человеком. хорошо бы для начала понять, что такое риски и возможности. Риск и возможность – два понятия. И вот когда мы убираем из нашей жизни все риски, пытаемся убрать, тогда вместе с ним логично, исчезают и все возможности. Тогда что мы здесь делаем? Для чего мы здесь находимся? мы пришли сюда, чтобы воспользоваться уникальной возможностью. Мы же видим, сегодня происходят удивительные события. Время невиданных, невиданных доселе возможностей для каждого из нас. хорошо бы ответить самому себе на несколько вопросов. Давайте попробуем самостоятельно. Почему эфир за пять лет вырос в 400 раз? Почему эфир за пять лет вырос в 400 раз? Более 400 раз? И почему за один биткоин сегодня люди платят 10 тысяч долларов? Каждый из нас должен иметь свой обоснованный ответ на эти вопросы. Свой обоснованный ответ. Я и многие мои коллеги, партнеры из моей команды начали покупать биткоин по цене 612 долларов. 600-612 долларов. Это был конец 2016 года, ноябрь месяц. Проверьте меня, загуглите. эфиры мы начали покупать позже по цене 27 долларов. Не по одному, когда эфир был, по 27 долларов. А сегодня эфиры продаются почти за 400 долларов. Это отлично. Это отлично. Мы заработали? Да, заработали. Но у нас есть чувство тревоги. Это не лукавство, друзья. Это не лукавство. Кто-то скажет, как может тревожиться человек, который 15-20 раз помножил свои инвестиции за 3-4 года. Нет. Я объясню сейчас, в чем причина нашей тревоги. Подумайте. За доллар, за 1 доллар сегодня дает 75 рублей. Доллар дороже, чем рубль 75 раз. Для меня это логично. Логично, потому что экономика России в мире это всего 0,6% от мировой экономики. А экономика Соединенных Штатов сегодня составляет 24% от мировой экономики. Понятно и логично, если к концу этого года доллар будет стоить 200 или 250 рублей. Для меня совершенно логично, потому что дефицит бюджета, откуда взять деньги на содержание вооруженных сил? А откуда взять деньги на безопасность национальную? Как содержать эти спецслужбы? На что? Как содержать социальную сферу пенсионеров, детей, больницы, дороги, села? Как? На что содержать? Бюджетников. И это все-то заставит Центральный банк поднять курс доллара. Деньги-то с неба не сыплются, нефть больше не дорожает. Нефть не дорожает, понимаете? Но там логично. Но почему биткоин дороже, чем доллар? Доллар поддерживается пропагандой, спецслужбами, политической разведкой США. И не только США. Доллар за долларом сила, реальная сила. А биткоин дороже, значит, популярнее. Ведь 10 тысяч раз, а эфир 400 раз. может это означает, что доллар и система долларов построена после 44-го года на Бреттон-Бутовской конференции международной. Может эта система уже хромает на обе ноги? Может она уже не работает система? Может уже эту систему валят? Это вопрос вам, дорогие мои. я не собираюсь никого убеждать, уговаривать, я даю факты. А вы подумайте. То, вы подумайте, потому что то, как мы живем сегодня, и где живем, это результат наших прошлых решений, прошлых выводов. Как мы будем жить завтра с вами? Через три года, через год, через пять лет, через десять лет? Как? Это зависит от того, какие решения сегодня мы будем принимать? Вот данные, сами подумайте, в 2020 году США, вот в этом году США напечатали денег больше, чем за всю свою 244-летнюю историю, как суверенное государство. За один год больше, чем за 240 лет. Никогда банки никогда за новую историю не печатали деньги в таком количестве. Не было такого раньше. Печатный станок заработал, кстати, только в 2008 году, в сентябре месяце впервые. В марте 2009 года количество смягчений пошло. Люди были в шоке. Это случилось с началом ипотечного кризиса. Правительствам печатать денег очень понравилось. очень понравилось. Но история показывает нам, доказывает, что печатание денег приводит к их исчезновению и большим социальным потрясениям. То, чего не хотелось бы нам никому. И грустно очень, что в мире нет такой силы, которая остановит этот печатный станок. давайте подумаем, что будет бокалом вина, чашкой кофе его разбавить его 50 раз, 15 раз. Но процесс уже запущен. Процесс запущен, остановить невозможно. Люди останутся без денег, люди останутся без сбережений. В 1998 году, 17 августа, все миллионеры долларовые в одно утро 17 августа превратились в нищих, бедных людей. У них не чтобы миллионы долларов, у них столько же возникло обязательств, остались долги. Это были страшные месяцы, страшные месяцы. Люди останутся без сбережений. Если мы знаем, что неизбежно что-то произойдет, друзья, то как можно этим воспользоваться? Хороший вопрос. Может, этим можно воспользоваться? Знаете, деньги всегда текут туда, где безопасно. Масса денег, масса денег, чтобы спастись от инфляции, в ближайшее время потекут на рынок криптовалют, на крипто активов. Больше некуда везде экономические пузыри. Пузырь недвижимости. Цена квадратного метра сегодня, кто-то говорит, растет. Да он десятки раз переоценен. Фондовый рынок, кто-то говорит, растет. Он уже все вот-вот лопнет. Все акции, суммарно стоимость акций компании, намного превышает балансовую стоимость компании. Посмотрите, пробейте, Газпром, Датат, нефть, любую компанию известную в России, и не только в России. Все акции переоценены, в том числе акции Microsoft, Apple, компьютер. Деньги напечатаны. Все готово, процесс запущен. Спрос на криптовалюту растет сегодня ежесекундно, ежеминутно. Мы это видим и ощущаем на себе, потому что ежедневно мы делаем сотни транзакций на криптовалюте. Это отражается на стоимости транзакций, друзья. Майнеры на этом зарабатывают, они знают, никуда мы не денемся. Люди начали покупать криптовалюту массово. Спрос всегда формирует цену. Спрос единственный драйвер, который поднимает цену. Не спекулянты это делают, не манипуляторы. Цены на биткоин, на эфир в ближайшее время вырастут в сотни раз. Может и в тысячи раз. Кто-то в тысячи раз победнеет, кто-то в тысячи раз разбогатеет. Стоимость компаний на блокчейне взлетят до небес. Сегодня нам всем надо покупать WBT индекс. Это безопасно и это сила 20 лучших криптоэкономик мира. Сегодня надо покупать токены без сети. это акции. Акции высокотехнологичные, молодой, развивающей, перспективной компании. Кстати, они вырастут в цене и они уже приносят нам дивиденды. Дивиденды сегодня приносят. И надо обязательно сгенерировать смарт-контракт APT Accumulation Protection Токен на каждого члена семьи, чтобы защититься, обезопасить себя от случайных обстоятельств. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ